Привет, друзья! Покажу, как защитить солнечные панели от града с помощью простого датчика удара от автомобильной сигнализации. Идея состоит в следующем. Датчик подклеивается с обратной стороны панели и подключается к контроллеру солнечного трекера Sony, который управляет ее ориентацией. При первом же ударе града по солнечной панели срабатывает датчик и контроллер автоматически устанавливает солнечную панель в безопасное положение, то есть перпендикулярно земле. Град падает по касательной к панелям и они выживают. Далее рассмотрим более подробно. Датчик подключается по трем проводам. Черный – земля, красный – плюс 5 вольт и синий сигнал града – хейл. При попадании града в солнечную панель датчик выдает импульс длиною примерно полсекунды. Чувствительность можно задать от полной нечувствительности к ударам до чувствительности к малейшей вибрации. При срабатывании датчика в строке статуса в третьей позиции хейл возникает точка, имитирующая удар града. И контроллер сразу же переходит от обычного слежения за точкой максимальной мощности в аварийное состояние град. Это индицируется миганием большой буквы H и другим более частым миганием светодиода. В этом состоянии град контроллер включает привод элевации вниз, видим большую букву D – down, и трекер полностью раскладывается, то есть панель становится вертикальна. Каждый следующий удар града продлевает это состояние еще на 10 минут. Это время активации можно изменить в меню в разделе «Снег-град». Параметр называется «Т-Акт» – время активации, по умолчанию 600 секунд. Также в этом подменю есть еще такой параметр, как контроль града при движении трекера. По умолчанию контроль включен всегда, но если приводы при движении дают какую-то вибрацию или стук, то для исключения ложных срабатываний датчика на это время движения его можно отключить, поставить ноль. Теперь о том, что можно подключить еще ко входу Hale. Сюда можно подключить такой же дискретный, но датчик снега. Принцип работы точно такой же. Если появился снег на солнечной панели, ставим ее вертикально на 10 минут, снег сходит, датчик очищается и трекер возвращается в точку максимальной мощности. Датчик снега должен иметь такой же дискретный NPN-выход, как и датчик града, то есть выдавать ноль в активном состоянии и обрыв в неактивном. Это может быть инфракрасный датчик, ультразвуковой, механические весы, но это тема отдельного видео. Теперь про приоритеты. У сильного ветра приоритет выше, чем у снега или града. То есть, если на панели есть снег или идет град, и контроллер начал раскладывать панель, ставить ее вертикально, но тут подул в этот момент сильный ветер, вот, то контроллер все-таки будет складывать трекер и установит панель горизонтально, параллельно земле. И до тех пор, пока будет длиться состояние сильного ветра, вот мигающая буква, большая буква W в статусе, или будет включено аварийное ручное складывание по ветру, то сигнал снега или града не будет оказывать никакого влияния на систему. Приоритет у нас по ветру. И в конце отмечу, что рассмотренная автоматическая переориентация трекера по датчикам ветра, снега, града, работает только в автоматическом режиме. А в ручном режиме, кроме движения трекера строго по командам оператора, больше не работает никакая автоматика. Вот. На то он и ручной режим. На этом все. Приятного использования системы Sony. Спасибо за внимание.